Скажите, пожалуйста, а кто может прийти в центр? Люди с какого возраста, до какого возраста? В основном на сегодняшний день дети начинают с 4 лет, но это не обязательно такое правило, что только с 4 лет. Приходят и 3-летние дети. Практика показывает, что дети включаются в занятия где-то начиная с 8-9 лет. И они уже начинают понимать, что мы хотим сказать. Детей нужно показать. Дети бывают совершенно разные по подготовленности, по восприятию информации. Есть дети, и в 3 года могут заниматься, есть дети, которые в 10 лет не рекомендуются заниматься. Поэтому в первую очередь необходимо просто ввести на пробное занятие. Я бы сказал, что мои рекомендации детей начиная с 6 лет. И с 6 до 10 это в большей степени гимнастика, это хореография, это какая-то ОФП, подготовительная часть. То есть это не то серьезное кунг-фу в уче, о котором мы говорим. Поэтому на начальном этапе на самом деле ребенок может даже заниматься и бальными танцами, и заниматься рисованием. Можно не привязываться ко времени, когда приводить. Существует мнение о том, что чем раньше ребенка отдашь, тем лучше он будет знать. Да, это хорошо, но не все дети сразу начинают воспринимать информацию. И в большинстве случаев, как мы наблюдаем, они балуются и думают, что это просто кружок гимнастики, и не так серьезно относятся к тому, что это школа. То есть обратите внимание, что мы преподаем как школа. Соответственно, ребенок попадает в первый класс, второй, третий, двенадцатый. То есть он занимается во время программы, сдает экзамен. Не все дети готовы именно в такой плоскости заниматься. И на самом деле здесь пожелания для родителей. То есть когда детей приводят родители, то они должны разговаривать с детками и объяснять им, что это серьезная школа, что это надолго, что ты должен заниматься несколько лет для того, чтобы достичь какого-то результата. Школьный возраст у нас целая программа для того, чтобы улучшить успеваемость, проблемы с здоровьем. Для родителей мы создаем совершенно отдельные программы по тематике. Есть программы «Папа, мама, я, когда занимаются всей семьей». Есть техники для женщин, которые готовятся стать мамой до беременности, время беременности, после беременности, восстановительные. Для женщин, которые в возрасте 40, 50, 60, 65, 75, 8 лет, для каждой категории есть свои определенные программы. Дыхательная, суставная, оздоровительная, гимнастика. Люди, которые уже повзрослее, то они могут заниматься, в принципе, до любого возраста. Это могут быть и 40, 50, и 60, и 80. То есть нет ограничений. Хоть 100-летние люди приходят, для них тоже существуют практики различные, оздоровительные. Ну и, конечно, для мужчин это отдельные классы, в которых еще присутствует боевое искусство, потому что мужчины в большей степени воин. И поэтому там кроме оздоровительных практик есть, конечно, боевое искусство. Категория мужчин – это любая. 20, 30, 50, 70, 80 лет. То есть нету какого-то определенного ограничения. Поэтому, по тому, как я вам сейчас рассказываю, практически любая категория населения, с любым уровнем здоровья, мужчины и женщины могут заниматься у нас. Вот вы сказали, мужчина хочет быть воином. А для женщины эта программа существует? Да. Скажем так, что есть тип женщин, которые в душе воины тоже. Это как амазонка. И для них существует специальный раздел НГАМИ. НГАМИ – это женское кунг-фу. Мы об этом будем говорить отдельно. О каждом направлении, которое преподается, мы расскажем отдельно. Но вы должны понимать, если мы сейчас говорим вкратце, что существуют техники для мужчин и для женщин. Они очень существенно отличаются. И техника женского кунг-фу, называемая НГАМИ, разработана специально для женщин. Техника бедер с хореографией, с определенной пластикой движения. В ней присутствуют приемы и техники самообороны, основываясь на том, что женщина меньше по росту, она более изящная, у нее меньше масса тела, у нее больше пластика движения, она не жесткая, не грубая. Используя свой вес, рост и какие-то женские определенные качества, она должна справиться с мужчиной, который в 2-3 раза выше и сильнее ее. Это НГАМИ, то есть там не силовая, там техника, там правильное движение. Основываются они в основном на технике бедер, на определенной правильной хореографии, на том, чтобы видеть, как нарушить равновесие партнера. Но мы об этом будем говорить в отдельном видео. Спасибо вам, приходите, смотрите, занимайтесь, будем рады вас видеть в наших классах.